Венечкин подарок сегодня. На 19 число. Веня уже в школу побежал. Давай. А вон Эммочка сегодня болеет. Покажи число. 19. Открывай, посмотри. Русалок будешь одевать. Наклеечками. Блин, Эмочка заболела. Всем привет. Иду куши прокалывать. У-у-у. У меня 40 лет. Засидела за пазлами, что пролетело, я не знаю, полтора, два получается часа. Пролетело. У меня на 11 приема я в 11 посмотрела на часы, прикиньте. У меня ребенок заболел. Я такая села, пока она там плакала за пазлы и практикала в свое время. Ну, знаешь, в Ирландии тут так все опаздывает. Ну, как бы не то, что неправильно сказала. Ну, короче, иду. Что мне тут у меня вязаться? Почти его одета была. Вышло сейчас, наверное, 5 минут или максимум 10. Сейчас посмотрим. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Здрасте. Вот. Димка, Венька пошел в школу. Дамочка дома осталась с Даником. Классно, когда есть Даник старший. Ребенок можете присмотреть. Вот. Я не пошла в магазин. Такое. Пришла в этот магазин. Это мне? Да. Спасибо. Это все тебе. Спасибо. А там закрыта дверь. Закрыта и висит надпись, типа, закрыта. Я звонила там на всякие телефоны. Ничего мне никто не ответил. Поэтому я опять забронировала на следующий понедельник. Там самое ближнее на следующий понедельник. Может, она заболела. Так что, такое оно. Вот. Пока я ходила, Даник досложил. Вот. Чуть не хватает, правда. И мы новую начнем. У Немочка малинку покушала. Вот. Венька в магазине. В этом школе. Такие дела. Так. Сегодняшний подарочек. Сок. Спасибо. Можно сейчас? Сок. Можно. Так рада соку. Сладочковатка там еще есть. Что, Бедра? Подарочек посмотришь свой? Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Иди ложись. Тебя порадует подарочек. Мам. Салфеточку? Йогурт? Или что ты сказал? Этот сок? Нет. Спасибо. Твой любимый. Спасибо. Я уже открыла. Нравится? Вкусный? Очень вкусный. Даже не кислый. Класс. Я рада. Всем привет, дорогие друзья. Вы на моем канале Мой Путь Надежды. И с вами Надежда. Сейчас рождественские праздники. Рождество скоро у нас. По календарю. Но здесь в Ирландии Рождество начинается уже с начала декабря. Я вас всех поздравляю с рождением Иисуса Христа в этом мире. Я вас поздравляю с Новым Годом, который приближается. Потому что когда я выпущу видео, уже в принципе он, наверное, начнется. Вот я вас сердечно поздравляю. Желаю вам, во-первых, желаю, чтобы рождение Иисуса Христа для вас было реальным. Не просто елочки, гирлянды и подарки, и общение. Но Рождество — это об Иисусе, о приходе Иисуса на эту землю. Я вам желаю, чтобы в вашей жизни, в вашем сердце действительно был рожден Иисус Христос. И чтобы вы обрели мир, покой, любовь и спасение самое важное. Также я вам желаю, чтобы в этом году, в 2023, чтобы ваши мечты какие-то еще сбылись, чтобы у вас было больше здоровья, чтобы вы работали над своим здоровьем, над достижением своих целей, чтобы какие-то цели ваши сбывались, достигались, чтобы вы двигались, не останавливались, не сдавались, не падали духом, чтобы те стрессы, те сложности, которые приходят в вашу жизнь, чтобы у вас было достаточно сил и энергии, и радости их проходить. Доброе утро! 21 число, а ты свой достань. Что там? Покажи. О, разрисовать пони. Ну, открывай, я тебе шо. Блокнотик с ручкой. Ты уже что, писать нам начал? Понятно. Мама, вторая. Нормально. Ну, давай. Семненько. Ого! Уже 9 месяцев, я немножко пропустила этот день, но 9 месяцев, как мы в Ирландии, и уже больше 9 месяцев, уже почти 10 месяцев, как идет война на Украине, она еще продолжается, и не видно, нельзя спрогнозировать, не видно, когда будет этому конец. Вот, и поэтому мы пока находимся в Ирландии, пока здесь остаемся. Наш отель, мы находимся в Брэе, в отеле, и по контракту мы могли бы здесь находиться до конца года, но отель продлил разрешение оставаться здесь еще больше, то есть где-то до апреля, до середины апреля, есть разрешение здесь находиться. Что будет дальше? Здесь сейчас будут какие-то нововведения, все время говорят за платное питание будет, там еще какие-то услуги. Пока это еще ничего не наступило, наверное, будет с 1 января, возможно, не знаю. Вот, как мы с этим будем там решать, ничего не известно. Что будет после апреля, тоже ничего не понятно. Вот, ну, пока что на сегодняшний день, как я вижу, эти месяца мы будем находиться здесь, учиться, дети будут ходить в школу. Я, что я буду делать? Все то же самое, что я и делала. Смотреть за детьми, смотреть за жильем, смотреть, в общем, развиваться то, что я и делаю, вести свой блог, и, возможно, и буду продолжать английский, и свои обучения, я закончила обучение по Ютубу, я уже делилась этим. Также я хочу сейчас с Голтисом упражнения свои улучшать. У меня немножко выпала неделя, пару, пару даже недель у меня немножко выпала. Во-первых, ко мне приезжал сын, у меня был день рождения в начале декабря. И ко мне приехал еще один сын, и мы здесь провели неделю. Классная была неделя, но я совсем практически ничего не снимала. вот, мы тут складывали пазлы, запускали наши этот квадрокоптеры, катались на гироскутере. Я готовила на кухне еду, хотя бы нам на вечер. Вот, днем мы спасаемся бутербродами, ну, такое питание здесь, сложно с питанием. Вот, ну, пока что так. Вот, сейчас, сегодня, буквально сегодня, я съездила в Дангарван. Один брат с церкви нас отвез туда и назад, меня. Вот, я оставила там детей. Вот, старший сын вернулся, двоих я завезла, и вот, собственно, вернулась я сюда, в отель. На недельку, недельку, так как сейчас начались школьные каникулы, недельку дети будут там. Я буду здесь сама, буду, максимально я хочу поделать планы, которые я хочу проколоть уши. Мне подарили на день рождения ваучер на прокалывание ушей. Там было закрыто, когда я пришла на свою, на свою, ну, запись. Пришлось мне перезаписаться опять. В следующий понедельник опять я пойду пробовать. Вот, еще я хочу сделать татуаж бровей, хочу сделать, потому что меня так замучивает эти брови. Хочу закрыть этот вопрос. Вот, и хочу интенсивно опять заняться английским. Я все время это хочу, но как-то у меня почему-то, я не знаю, надо покопаться в себе, почему я никак не могу этим заняться. Вот, но я хочу это сделать таки как-то. И вот эту неделю хочу этому посвятить, хочу еще так же пройти терапию по шее, потому что где-то я свернула, где-то я подвернула, что-то нарушила. Это было уже больше месяца назад, и с тех пор у меня что-то, что-то плохо пошло с шеей. Я не так далеко могу поворачивать, как раньше у меня всегда была гибкая шея, я могла очень далеко поворачивать. Вот, сейчас этот процесс уменьшился, и еще и болезненно. То есть, где-то у меня начинает болеть в каких-то этапах. Я хочу пройти терапию. У меня есть там одна женщина, но она в Канаде, и у меня никак не получалось время, пока дети в школе, у нее ночь. И у меня никак не получалось вот с ней встречу. Сейчас, эту неделю, пока детей нет, я хочу с ней пройти. Также хочу встречу, онлайн-встречу, тоже по шарикам, саморегуляционная, самотерапия пройти. Вот, у меня на самом деле, как всегда, я делаю, пишу план, что я хочу. Вот, у меня реально большой очень план. У меня, я хочу на Рождество поехать к Анжеле, она пригласила в гости. Вот, я уже даже там и не помню, что я хочу, и что я там понаписывала. Надо опять пойти на кухню, что-то приготовить себе, какие-то эти, ну, такое, то есть, какие-то планы, и плюс, что там написать, хочу песенник сделать, чтобы было удобнее Вене играть на гитаре, хочу сделать песенник. Вот, что я там вспомню, кстати, я могу глянуть, что еще я там записывала, раз я уже пишу про это видео. Вот, у меня большой план. Ничего. Ладно. В смысле, ничего. Не, мама не может ничего не давить. То есть, в подарки не может ничего попасть. Ничего. Давай, смотри, что там. И денежка! И денежка, да? Да, это будет моя. Заплачу. Классно. Ну, 5 евро? Только 5 евро. Почему? Ну, хорошо, что это. Да. Скажи маме пока. Пока. А, я хочу выложить видео. Надо просто потратить на это. Надо просто потратить на это. Час, наверное, в интерактив брокерс, куда я инвестирую деньги. Так, как для меня эта платформа новая. Я раньше инвестировала в Freedom Finance. Сейчас я перешла на интерактив брокерс. И немножко там мне надо, так как я еще не знакома с этой биржей, мне надо посидеть, разобраться. Это тоже добренькое такое время. И разобраться там с этими акциями, как это все делается. Вот. Хочу маски для лица. Я привезла из Украины здесь пилинг. И тоже у меня как-то не получалось его сделать. Квасцы привезла. Ну, квасцы я делала. Вот. И кожа остановилась. Остановилась в высыпании. То есть, ну и не проходит. Надо как-то чистку, наверное, сделать. Как-то хочу помочь. В общем, хочу этот пилинг сделать. Заказать, вот, проколоть уши, песни хочу. Вот. Книги в библиотеке заказать. Брови. Хочу поехать встречу в Дублин к своим друзьям. Вот. На общение там у подружки было тоже день рождения. Плюс у меня был день рождения. Как-то, в общем, встретиться, пообщаться. Хочу все перебрать в комнате. Я часто, вот, ну, два раза в год в Украине вот все перебирала. Вот. Именно все бумажки. Каждый шкаф всегда перебирала. Ну, где-то приблизительно два раза в год. Все доставала. Все, что только у меня есть, я доставала. Это все перебирала. Даже в кладовке. Я люблю хлам убирать. Вот. Потому что, когда вот я живу, я бывает некогда разбираться. И я куда-то ложу. Ложу, ложу. И оно вот как-то накапливается. Я не люблю, когда оно вечно накапливается. Приходит время, я начинаю это все разбирать. Что-то выкидывать. Что я, ну, что отдать. Что я пользуюсь. Про что я забыла. Вот. И хочу вот это перебирать. И вот здесь то же самое. Потому что где-то, где-то локально я какие-то вещи убираю. Но вот я хочу на эти дни пока не будет. И опять свои вещи перебрать. И какие-то игрушки хочу. Обувь перебирать. Ну, короче, немножко навести порядок. На подоконнике уже там немножко у нас накопилось. Так в целом чисто. Но вот я знаю, есть места, куда, ну, уже руки мои давно не доходили. Поэтому хочу вот это все перебрать. Потом я хочу рождественские подарки еще. Я не всем докупила. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот друзей вот здесь как-то много. И хотелось бы хоть маленькие какие-то подарочки здесь сделать. Вот. Тоже видео надо делать. Потому что тоже неделя вот выпала с сыном. И я немножко не делала, не занималась этим. И благо я наперед немножко сделала. И поэтому видео выпускались. Но дальше у меня уже ничего нет. И я даже сегодня должна была выпустить видео и не сделала. Поэтому я хочу тоже заняться и сесть и поделать. Вот. И также мне нужно посылку из Украины собрать. Так как документы мои почти сделала здесь. Я ездила в Украину, чтобы подать на загранпаспорта детям. И себе так же сделала. И вот-вот они уже... Я жду последний пункт. И когда сейчас они уже отправились из Киева, отправились из Закарпатья. И следующий пункт, когда можно уже их забрать. Я жду этот пункт. Подружка заберет. И она собирает мне посылку, которую мы здесь с соседкой напополам. Мы здесь ее доставим перевозчикам из Украины. Вот. Это стоит 2,5 евро за килограмм. Минимум 10 килограмм. Ну, то есть, сколько там мы наберем. Я хочу еще тоже масочку заказать. Еще какую-то одежку из села. Вот. Ну, то есть, что-то хочу. Тоже надо этим заняться. Сесть все там, чтобы все отправили. Все, что нужно. Вот. И связаться с этим перевозчиком. И данные ставить, забронировать место. Короче, ну, проливали. Все такое написала, чтобы я не забыла. Дальше у нас готовится поездка в Польшу. Тоже нужно. Я уже купила билеты. По-моему, я об этом не делилась. Вот. Но я купила уже билеты в Польшу. Конечно, дороговатенько получилось. Намного дороже, чем мне было в Украину. Ну, мы через Словакию летели. Вот. Но у меня было лимитной просто даты. То есть, я не могла там дальше, когда уже школа идет, там уже они были дешевле. Но мне нужно было вот вписаться хоть как-то в каникулы. И поэтому 30 декабря мы летим в Польшу. Тоже на недельку я туда еду к моей подружке, за которой я очень скучаю. Поддержка, которая мне нужна. И мне хочется тоже поддержать. У нее там тоже непростые времена. Вот. И хочу, чтобы дети пообщались, поиграть с ними в игры. И там будет наша корейская, уже всеобщая знакомая корейская, моя подруга, знакомая, духовный наставник мой Шерон. Вот. И мы с ней там же проведем тоже эту неделю общения и какой-то терапии. Я помогу с английским, потому что подружка и ее дети не знают английский. Я помогу им. Короче, вот, надо спланировать все тоже, какие-то подарочки купить. И такое всякое. Ну, собственно, все такое-то основное. Помимо зарядок, вот, которые я хочу еще тут делать, и Библию читать, и книгу читать, и фильм смотреть, пока я кушаю. Короче, такое всякое. В общем, с подружкой еще тут тоже надо встретиться, пообщаться. И с другой мне надо Библию почитать. В общем, дел масса. Открываем подарочек. Что там? Ничего. Давай. О, тоже конфетки. И записка, да? Мамына. Мамына. Да. Кому конфеты вообще нужно? Тогда и записка. Да? Давай, прочитаю. Ну, как всегда. Если надпись будет только одна строчка. Немножко сладости. У меня была такая же записка. Сейчас. Эй, у тебя конфет больше. Ну, вот, в общем, поможем маме. Пока. Мамына. Ой, пока-пока-пока-пока. А еще мы, у меня очень сильно заболели дети. Вот эта неделя, что была. Боже, как у меня заболели дети. Просто сначала одна слегла. Я слышу, что горит, что температура. И такой, такой дикий кашель начался у нее. И жаловалась на головку. И спала. Просто вот лежала, целый день лежала. То на ручках, то лежала. То на ручках, то лежала. Благо, что у меня форевер. Слава Богу, закупила форевер. Я ей давай пичкать этим форевером, мазать. То это, ну, это все, чем я лечу. Вот. На следующий день ей чуть-чуть лучше. Веня точно так же. То есть я поняла, что это какой-то вирус. Потом мне давай тоже звонить, писать из отеля. Другие мамочки, что у детей. И точно таки. А еще у Вени рвота. То есть вот тоже самое симптомы. Он лежал прям и тоже горячий. Но не сильно горячий. У меня не было термометра, потому что села батарейка. Я никак не могу поменять. Там специфическая батарейка такая. Вот. Но я чувствовала, да, когда трогаешь, что больше 38 однозначно. Но не 39. То есть не дотягивала. А там может 38 с половиной. Вот. Может больше. Ну, максимум 39. Там и один. Вот. Вот такая где-то примерно температура. И это. У Вени. Еще у Вени еще и рвота была. Вот. Но тоже он целый день пролежал. А на следующий день уже ему чуть легче. Но этот кашель такой дикий. И с этим все мы вот это поехали сегодня на машине. Слава Богу, тоже что на машине. Что нас отвезли. К ним в село. Но потому что каникулы. Ну, иначе уже никак. И мы так пообщались с ихним отцом, что он их будет долечивать. Ну, вот такие у нас дела. Вот такие новости. Живем здесь. Продолжаем учебу. Все, что у нас тут есть. И сейчас буду... Сейчас после этих праздников, после поездки в Польшу, начну опять собирать деньги. Потому что я тут, в принципе, собирала, собирала, собирала. Вот. И мы сейчас вот это вот тратим. То, что я смогла собрать. Сейчас, я не знаю, как получится. У меня же, я купила курс программирования своему второму сыну. Вот. И мне каждые полгода надо... Следующие уже 450 евро. Сейчас я заплатила 400. В мае мне нужно 450, а потом опять в декабре 500. И так вот каждые полгода на 50 евро дороже мне нужно заплатить. И поэтому... А я немножко даже не вписалась в сумму. Я немножко одолжила. И поэтому я еще и отдаю. Короче, я немножко вот не въехала в свой... Не втислась в свои финансы. Но я спланировала, посмотрела, что все получается въехать. То есть мне нужно еще просто там пару недель, и я все отдала. То есть это не то, что там месяца и года. Мне пару недель, и я все отдаю. И плюс поездка в Польшу. Вот. Тоже как бы там, ну... И подарочки надо, и пища какая-то, и дорога. То есть все это финансы потянутся. А потом я начну уже собирать. Опять начнем жить. Максимально здесь будет, правда, уже платное питание. Вроде и стирка платная. Ну, короче, что-то здесь такое движется. Но с этим всем я все равно думаю. И знаю, что я буду накапливать и инвестировать. И на какую-то следующую поездку, может, на лето там что-то планировать. Вот это моя цель. Максимально, что я хочу, да, вот сделать эти брови. Там все, чтобы я там раз в месяц я, ну, крашусь. Мне приходится краситься. Вот. Но сейчас тоже начала делать упражнения для головы. Оно помогает. Кстати. Я уже начала делать. Уже получается, что неделю я уже делаю это упражнение. Может, даже будет две недели. Может. Нет, две недели не будет. Ну, чуть больше недели. И я заметила, что когда я уже моюсь, у меня меньше волос выпадает. Реально. Классное упражнение. Я надеюсь, что еще лучше мои волосы будут расти. Я еще плюс купила в Forever витамины. Вот эти вот минералы. Купила. Такие противненькие. Но, тем не менее, я их принимаю стабильно. И, думаю, наверное, еще надо будет купить на следующий месяц. То есть, я планирую, продолжаю работать над здоровьем, над телом. Вот. Чтобы и, ну, вот эти пролысины всякие, чтобы волосы гуще были. И, возможно, с сединой это как-то поможет. Восполнить какие-то минералы, чтобы помочь, короче, в борьбе с этим. Чтобы меньше, реже приходилось краситься и такое. Вот такие мои амбициозные планы. Крутые, бомбические. Вот. И, собственно, вот поделилась с вами своими новостями. И пошла работать. Вот. И вот одна, слава Богу, что хоть на Рождество пойду к Анжеле в гости. Ну, мне куча чем делать. Надеюсь, мне не будет так печально и не будет так грустно без моих деток. Вот. И я же им делала адвент календари. Я очень рада, что у меня получилось это задумать. И я наблюдала, как дети каждый день открывали эти подарочки. И прикольно. Реально прикольно. То есть я многое что угадала. Дороговато это получилось. Почему же у меня много денег ушло. Вот. И жалко, что я старших не видела. Хотя я там спрашивала все, как они и что. Но я думаю, что всем понравилось. И целый месяц, ну да, чуть меньше месяца, была какая-то мысль обо мне. Потому что, да, когда ты берешь подарок, ты понимаешь, от кого ты о нем думаешь, об этом думаешь. Что я каким-то, вот, ну короче, как-то разнообразила их не Рождество. Вот. И такой свой, свой дух туда внесла. Как-то так сказать, не знаю. Ну все, в общем, у нас такая маленькая елочка, вот, с церкви принесла на время. Немножко украсили мы комнаты там всякие, повесили эти. Вот такие небольшие у нас тут эти рождественские украшения. Вам хорошего Рождества, прекрасного Нового Года, светлого, яркого. Быстрее бы закончилась война, наступил мир в нашей стране. Вот. И что будет дальше, посмотрим. Нет видения, нет понимания. И, собственно, и каких-то желаний особо тоже пока что я не знаю, не нахожу. Ну все, всем пока. Рада была с вами общаться. Рада parfания.